Добрый день, с вами Куркем. Я являюсь экспертом по IELTS. Мой личный результат IELTS 8.0. Сегодня я бы хотела с вами поделиться информацией про IELTS и как набрать 7.0 по IELTS. Для начала давайте начнем, что такое IELTS. Немногие понимают. IELTS полная расшифровка у нас будет International English Language Testing System. То есть это международная система оценки знания английского языка, где проверяют ваши навыки прослушивания, чтения, письма и разговоры. IELTS очень востребован в странах Канады, Австралии, Великобритании, за исключением, конечно, Америки. В Америке большим спросом пользуются TOEFL. Давайте разберем, какая секция, сколько частей там есть, на сколько вопросов мы должны ответить. General Information, так скажем. Самая первая секция у вас будет Listening, аудирование. Он будет длиться 40 минут. И за эти 40 минут вы проработаете 4 секции. Каждая секция имеет разные виды вопросы. В Listening в общей сложности есть 20 видов вопросов. И на каждый вопрос нужно отвечать определенным образом. И общий у вас 40 вопросов. Из 40 вопросов, сколько вы правильно сделаете, столько баллов и получите. Следующий у нас секция Reading, чтение. Он будет длиться 60 минут. Но здесь, в отличие от Listening, вам не дадут время, дополнительное время, чтобы написать свой ответ. Listening в общей сложности длится у нас 30 минут, плюс 10 минут выдают вам на то, чтобы вы переписали ответ. А в Reading у нас нету. В общем вам дают 60 минут, 3 текста вам дают и 40 вопросов. За это время вы должны успеть, как ответить на вопросы найти, еще их и переписать на свой бланк ответа. Следующий у нас, конечно, Writing, третья секция. Длится он 60 минут. На первое эссе мы тратим 20 минут, на второе, конечно, 40 минут. Эссе как бы разной сложности и требует для себя разного ответа. И последняя секция у нас Speaking. Speaking длится от 10 до 15 минут. Здесь у вас три части. То есть первый вопрос легкий, второй академический и так далее. И за выполнение всех этих секций у вас занимает 3 часа. И, конечно же, в конце на каждую секцию вам дают отдельный балл. И еще это все плюсует, делит на 4. И у вас получается общий Total Band. То есть общее количество баллов. Баллы в Айлдсе от 1.0 до 9.0. И таким образом вы считаете свои баллы. Какой балл вы направлены, допустим, 6-6,5. На тот балл вы и готовитесь. В следующих видео я буду рассказывать, как распределяется балловая система.